Продолжение следует... Так, правильные примеры. В первом случае я тоже добавил без, во втором на. Хорошо. Третье слово итог. Подытожить. Хорошо. Приставка под. Молодец. Искра, заискриться, приставка за. Хорошо. Правописание вот этих слов мы добавляем приставки, а правописание последующего слова после приставки от чего зависит? А если приставка будет оканчиваться на гласную букву, то мы пишем И. Правильно, хорошо. Так, кто еще? Проинспектирует приставка про. Индустриальный. Известный. Неизвестная приставка не. Безызвестный. Приставка без. Так. Интеллигентный. Неинтеллигентный. Приставка не. Так. Искусственный. Неискусный. Приставка не. Скажи мне, пожалуйста, Артем, Почему ты в слове сверхискусный написал после СИ? Почему там это сохраняется? Потому что там... Приставка. Приставка. Скажи мне, пожалуйста, Артем, Почему ты в слове сверхискусный написал после СИ? Почему там это сохраняется? Потому что там... Приставка. Приставка. Эта приставка ставится только в том случае, когда идет буква согласная, да. И если приставка заимствована, пишется через «и», через гласную букву «и». Так, хорошо, ребята, домашние задания выполнили, правила повторили, теперь переходим к новой теме. Сегодняшняя наша тема — это имя существительное как части. В русском языке 10 частей речи. Можно папа, кол-кол, прилагательное, местоимение, нежнометин. Давай сначала. Сколько частей речи в русском языке? В русском языке 10 частей речи. Имя существительное, имя кол-кол, прилагательное, номерся. Ингвисты считают, что нежнометин не является... Так, дальше. Значит, еще раз, ребята. В русском языке 10 частей речи. Это имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, наречие. Нажимайте, пожалуйста, если у нас мы будем отвечать 9, это будет считаться ошибкой для нас? Нет, скорее всего, нет. Так, дальше. Теперь, ребята, скажите мне, пожалуйста, а почему имя существительное мы проходим, значит, впереди всех этих частей? Существительное, это в первую очередь то, что... Вокруг существительное, собственно, это то, что мы можем осязать, то, что видеть, трогать и так далее. И вокруг него мы уже делаем все другие части речи. То есть, ты считаешь, что имя существительное является самой главной частью речи? И, пожалуйста, что вообще означает имя существительное? Как вы понимаете значение этого выражения? Существует осязаемое предмет. То есть, это все, что мы видим, это все, что нас окружает, это все, что мы, значит, увидеть, значит, ощутить и так далее. Это все, что вокруг нас существует и происходит. Так, хорошо. Кто мне приведет примеры существительного, ребята? Человек. Так. Город. Хорошо. Кто? Кто, что? Ребята, вот посмотрите. Почему два вопроса ставятся? Два вопроса. Альберт? Потому что к живому объекту применяется актер. Вопрос, кто ставится? К одушевленному. А неодушевленному предмету, который, ну, по факту. Хорошо. Можно посолнить. Пожалуйста. А в номер, например, шейкок. Куклы. Так. То есть, на вопрос, кто отвечают имена существительные, одушевленные. Вопрос, что отвечают неодушевленные. То есть, предметы и явления. Вот, скажем так, вопреки всем правилам жизни, на вопрос, кто отвечает, какие вопросы, это слова. Именно. Кукла. Кукла. Игрушка, кукла, на вопрос, кто отвечает, ребят. Шагматные фигуры. Правильно. Допустим, ферзь или... Но когда-то были живые, конечно, к сожалению. Они тоже, к ним тоже ставится вопрос, кто. Что не отвечает на вопрос, кто. Можно вопрос, а вопрос, а тело, на какое вопрос отвечает? Как? Тело. 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 Тело что? Это существительное, мы считаем, самой главной частью речи, из всех частей речи. Значит, это предметы. Местоимение употребляется, может употребиться вместо этого существительного предмета, ребята. А на речи обозначает признак действия этого предмета. То есть, последующие... Существительные изменяются как падежа, но не склоняются. То, что первое сравнение для мужского и женского рода... Мужской род с окончанием с нулевым окончанием, с окончанием ОЕ. Мужской род с нулевыми окончаниями и средний род с окончанием ОЕ. Окончание, то есть, имеется в виду мягкий знак. Дочь, ночь. Существительность по падежам называется склонение. Еще какие признаки мы знаем? Вот про падеж мы вспомнили. Существительные изменяются по числам. Так, по числам. Так. Например, молоко. Употребляется только в единственном числе. Мужницы, имеется в виду во множественном числе. Мужницы по разуме. Ворота еще, условно, во множественном числе употребляется. Хорошо. Так, значит, число падежи вспомнили. Теперь, еще какие признаки? То есть, предметы и явления. Допустим, стул, стулья, дольтер, динански, носок, носки. Правильно. Отключенные, это имена существительные, которые называются. Существительные? Общего рода. Правильно, общего рода. Существуют слова общего рода. То есть, слова, которые мы можем употребить. К женскому, например, батарею. А к среднему, солнце. Могу сказать умница. Могу, про султана могу сказать умный род и существительные общего рода. А это постоянные признаки. Можно дополнить? Пожалуйста. При определении рода не затрудниться. Например, существительная тюль. Мы не можем узнать, какой это род. Нужно поставить его в поддержь родительную. Правильно, молодец. Чтобы определить род таких существителей, что мы делаем? Мы поставим их родительный бадеж. Если в родительном бадеже будет окончание, какое? Я, это мой род. Молодец, дальше. Шампунь, тоже мужской род. Так. В родительном бадеже, там окончание я. Нет чего? Нет шампуня. Хорошо. Вуаль, женский род. Вы же знаете, что существительные пишутся и с маленькой буквы, и с большой буквы? А собственные, это какие слова? Существительные. Это хорошая буква. Это название городов, сел, рек. Солнце. Все слова любые, кроме названия, каждого, примерно. Которые пишутся с большой буквы. Хорошо. Спасибо. Молодец, что вспомнил. Так. Что еще? Так. Хорошо, молодцы. Хорошо поработали. Первое склонение. Мужской и женский род с окончаниями. А я. Второе склонение. Существительные. Мужского рода с нулевыми. Мужской и женский род с нулевыми окончаниями. То есть с мягким на доску, ребята. И определяем склонение этих существителей. Пожалуйста. Так. Альберт, первое слово. Первое склонение. Это деревня. Так. Окончание есть. Второе склонение. Это солдат. Подожди. Так. Это... Третье склонение. Это женский род с нулевыми окончаниями. Огонь. А, нет, столб. Нет, не столб. Так. Укажите лишнее слово по типу склонения. Лишнее слово. Лишнее слово по типу склонения. То есть три слова. Это первое склонение. А веселье... Второе. Так. Сейчас будем выполнять упражнения, ребята. Так. Откройте свои учебники. Так. Открываем тетрадь. Тему. Можно? Так. Пожалуйста. Что непонятно? Так. Имя существительное. Как часть речи. Что вы пишете? У нас два. Давайте один. Один. Слово первое. Радость. Она моя, то есть. Так. Можно вот там самому... Радость какая может быть? Можно? А, большая. Большая тюль. Тюль. Большой тюль, допустим. Можно. Красивый тюль. Тюль какого рода? Ра, как? Ты же говоришь красивый, большой. Он мой. Ну? Можешь свой род. Все. Следующее, Артем. Можно? Депо, оно мое. Средний род. Так. Кофе. Горячий кофе. Пятый, на что у вас там? Горячий. Давай тогда, добавляй. Имя. Красивое имя, средний род. Мышь. Мышь какого рода? Жанна. Молодцы. Ребята, всем понятно? Да. Если что-то непонятно будет, спрашивайте. Здесь просто основные учения, номера упражнений не совпадают. Все понятно, ребят? Здесь первое слово «радостный». Нет, «радостный» — это уже несуществительное писло. Да. А мы с этими существительными должны словосочетания составить. Хорошо. Спасибо большое. Так. Так. Такие слова. Так. Посмотрите, где-то в конце. Баку, Капри, Миссисипи, Сочи. Как вы определите род этих существителей? Как можно... Видите, что такое Миссисипи? Это река. Река, она моя. То есть, получается, Миссисипи — это... То есть, по тому, чем является название... Что они обозначают, эти названия, что обозначают именно... Можно определить род. Молодец. Хорошо. Значит, Сочи — это город. Тоже город. Наскоррад. Понятно, какое словосочетание придумать тогда? Именно опираясь вот на это правило. Работаем, ребята. Не успели. Вы это дома закончите. Хорошо? Так. Камила, зачитай первые три этого задания. Первые три примера зачитай. Радость. Какое словосочетание ты придумала? Радость. Так, следующее слово. Так, следующее слово. Хорошо. Так, ребята, значит, поэтому я это проверю потом. Сейчас все посмотрите сюда. Я вам раздам карточки, раздаточный материал. Каждому из вас я написала по три слова красной пастой. Это существительное мужского, женского и среднего языка. Это шесть. Шесть. С вопросами по падежам. И есть изменение слова по падежам. И есть слово. Мужской, женский, средний род. После того, как вы закончите склонение этих слов, на оборотной стороне записывайте фамилию, имя. Каждый слой. Спасибо. Склонять слова. А отца тратим? Нет, на этой же листке, на этих же листочках. Пожалуйста. Если что-то непонятно будет, спрашиваю. Так, склоняем по три слова. Дяди, кого дяди, кого вижу дядю, кем дяди и о ком у дяди. Следующие два слова точно так же. Запятые. Ограничено. Там буквально две-три минуты. Ребята, поднимите голову. Теперь, Артём, давай. Так, не подведет итоги. Что мы нового узнали об имени... Мы узнали, что существительное, это основная часть лечек, вокруг которой крутится все, что имя существительное, не так просто, как нам кажется. То есть, для нас оно, в принципе, считается то, что мы можем, которое для нас часто известно. Правильно, хорошо. Султан, что ты... Вы не можете определить, что очень, так далее, надо поставить. Род существительного. Да. Собственно. Артём, что ты нового узнал? Я узнал то, что существительные, одушевлённые существительные в современном языке бывают ещё... То есть, одушевлённые, одушевлённые, но и неживые существа ставятся к неживым предметам существительного. Хорошо. Фрунзе, какой итог ты можешь... При определении родов, которые возникают проблемы. Хорошо. Молодцы, ребята. Я вами очень довольна. Фрунтан, Руслан, Александр, Камила, Люда, Беслан. Я вам поставлю хорошую отметку. Спасибо. Так, молодцы, ребята. Я вами довольна. Теперь, домашнее задание. Какое будет? Так, записываем в тетрадях. Домашнее задание. Написать мини-сочинение. Как пишется слово мини-сочинение, ребята? Правильно, через дефис. Написать мини-сочинение. Минема о зиме, ребята. Записали? Да. Мини-сочинение. Мы знаем, что такое, да? Да. Короткое сочинение. Короткое сочинение. Существительное разных родов. Женский, мужской и средний. Понятно? Да. Естественно, как вы, значит, ощущаете долгожданную зиму. Вот мы, наконец-то, это очень радует. Поэтому можете написать очень интересный рассказ. Мини-сочинение. Так. Ребята, молодцы. Так. Всё. Ребята, все свои вещи. Все видите, спасибо всем большое. Спасибо. Ребята, всё. Все вещи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.